Привет! Это 43-й эпизод скринкастов «Научить программировать» на Рубе. Сегодня мы продолжаем разговор о тестировании. И тема называется TDD – Test Driven Development. Смысл Test Driven Development заключается в том, что мы сначала создаем тесты для определенных методов в классе, если мы имеем в виду юнит-тестирование, конечно. А затем мы, собственно, пишем эти методы. То есть сначала мы создаем тесты, проверяем, что они фейлятся, потом мы создаем сами методы и код в них, и после этого наши тесты должны проходить. Вот сегодня мы попробуем такой подход на примере нашего класса карт. Откроем класс карт и создадим для него тест, который находится в папочке SPEC и называется, естественно, карт.spec.rb. Напоминаю, что нам нужно зарекварить сам РСПЕК, и затем нам нужно еще зарекварить несколько необходимых файлов, в частности, файл ItemContainer. Нам нужно зарекварить ItemContainer, потому что вот здесь, в пятой строке, у нас происходит include этого модуля. И затем, естественно, мы можем спокойно зарекварить сам класс карт. Далее уже знакомый нам метод describe. Передаем ему блок. И теперь мы готовы писать наш первый тест для класса карт. Как вы помните, у нас есть модуль ItemContainer, который, в частности, содержит метод AddItem, который затем становится доступен в нашей корзине. Но метод AddItem умеет добавлять только один единственный товар в корзину. То есть за раз метод AddItem может добавить только один товар. Я предлагаю сейчас добавить в саму корзину еще один метод, который мы в этот раз назовем DefAddItems. Но пока мы не будем писать никакого кода внутри этого метода. Только условимся, что этот метод принимает аргумент, который называется Items. Пока оставим этот метод пустой, потому что сегодня мы пытаемся следовать идеологии TDD, TestDrivenDevelopment, и написать... Поэтому мы будем писать тест первым делом, а потом уже дописывать сам код, который должен содержаться внутри метода. Так, чтобы написать тест, мы используем ключевое слово it, и затем пишем описание нашего теста. Ну, оно, наверное, будет выглядеть вот таким образом. It adds. Items into the cart. То есть достаточно простое описание, ничего здесь выдумывать не нужно. И теперь мы должны создать корзину внутри нашего блока cart.new. И затем, используя метод AddItems, мы должны добавить внутрь несколько товаров. Теперь вопрос заключается в том, что нам предварительно нужно создать эти товары, поэтому здесь, очевидно, нам потребуются еще два класса. Один из них будет называться Item, и второй класс будет называться VirtualItem, потому что VirtualItem требуется классу Item. Теперь мы можем создать несколько айтемов. Например, Item1. Далее передаем имя и цену. И точно так же мы создаем второй айтем и передаем ему цену тоже. Теперь AddItems должен принимать произвольное количество аргументов. В частности, он должен принимать Item1, Item2. И теперь мы хотим проверить, что наша корзина на самом деле содержит те айтемы, которые мы передали методу AddItems. То есть Item1 и Item2. В данном случае MatcherInclude проверяет, содержится ли в возвращаемом массиве, в массиве, который возвращается методом Items, содержится ли в нем два вот этих элемента. Я сказал MatcherInclude, потому что то, что находится справа от метода Shoot, обычно называется матчером. В предыдущем эпизоде у нас не было как такового матчера, потому что мы использовали знак равно, оператор равенства. Но в данном случае мы не используем никаких операторов, и мы используем специальный метод, который называется матчером. Здесь в RASPAC существуют различные матчеры. Мы в дальнейшем будем постепенно с ними знакомиться, но если вам интересно сейчас, вы можете почитать документацию. На данный момент нам стал знаком такой Matcher как Include. Итак, наш тест готов. Теперь мы можем даже попробовать его запустить. Естественно, он сейчас у нас не пройдет. Наверняка выведется какая-то ошибка. Кстати, чтобы запустить конкретный тест, а не все тесты, которые есть в папке SPEC, мы можем набрать имя файла. В данном случае это CardSpec. И командой RASPAC мы запускаем этот тест. Итак, у нас очевидно появилась ошибка. Давайте внимательно посмотрим. Initialize Constant Card Antique Item. Это означает, что, наверное, нам сюда придется добавить еще один класс, который... еще один файл, содержащий класс Antique Item. Прекрасно. Запускаем наш тест еще раз. Так, сейчас у нас возникла ошибка. Run Number of Arguments. Zero, four, one. Ошибка произошла в 11-й строке CardSpec. Это означает, что наша корзина должна принимать аргументы. Давайте посмотрим, какие. Owner. Ну, здесь, очевидно, просто мы должны указать имя. Отлично, пытаемся запустить еще раз. Проверяем, снова появилась ошибка. Run Number of Arguments. Two, four, one. Вот это уже интереснее. Ошибка произошла в 14-й строке файла CardSpec. И здесь мы видим, что методу AddItems передаются два аргумента. В то время как здесь, в 15-й строке, ясно видно, что метод AddItems принимает у нас один аргумент. Как нам попытаться избежать этой проблемы? Кажется, я не показывал этого способа, но перед аргументом мы можем поставить звездочку. И тогда все аргументы, которые передаются методу AddItems, на самом деле превратятся в массив, который у нас потом окажется вот здесь, в переменной Items. И теперь все, что нам остается сделать, это сложить два массива. Попробуем запустить наш тест еще раз. И в этот раз наш тест прошел. Потому что действительно, массив, возвращаемый методом Items, содержит два наших элемента. А содержит он их потому, что вот здесь, в 16-й строке, мы по сути сложили два массива. Первый массив, который содержится в инстансной переменной Items. И второй массив, это тот массив, который образовался у нас вот здесь, когда мы передали два аргумента методу AddItems. Итак, вот такой способ написания тестов называется TDD. Такой способ разработки программ называется TDD. Сначала мы пишем тест, проверяем, что он не проходит по каким-то причинам, и потом мы, по сути, устраняем эти причины одну за одной. Сначала наша ошибка заключалась в том, что мы не добавили необходимые файлы, в которых размещались необходимые нашей программе классы. А затем наша ошибка заключалась в том, что у нас просто не было кода внутри нашего метода AddItems. Как только мы добавили необходимый код, как только мы исправили вот здесь наш аргумент, как только мы добавили 16-ю строку, складывающую два массива, наш тест прошел. На сегодня все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...